Я очень благодарна вам за вашу любовь, за вашу поддержку. Я буду делать все, чтобы оправдать ваши надежды. И обязательно хочу приехать с концертом в Турцию. Разные мнения. Я слушаю только хорошее. На самом деле я себя окружаю только хорошими комментариями, хорошими мыслями. И не стараюсь, не стараюсь, не слушать вообще какие-то сплетни. Кто-то там сказал, какой-то депутат, что там есть какой-то подтекст. Это его личные проблемы. Один депутат – это не вся Россия. Я очень чувствую и поддержку со стороны России, потому что в России очень много проживает разных народов. И это очень важно понимать. Я ощущаю, что песня моя понравилась. Понравилась, и это очень приятно. И не обращаю внимания ни на какие сплетни и разговоры вокруг политики. Я очень ощущаю эту поддержку. И мне сестра, она живет в Стамбуле. У меня там мои родные племянницы, моя родная сестра, там часть моей семьи живет в Стамбуле. И я ощущаю это родство. Я ощущаю, что вы приняли меня абсолютно как свою, как турчанку. И это очень приятно. И очень много звонков. И, возможно, в ближайшее время, почему нет, будут какие-то концерты. Я знаю, что все газеты пестрят. И мне сестра присылает фотографии с моим именем о песне «1944». И это очень приятно. История песни «1944» – она очень семейная. Семейная, но касающаяся крымских татар, целого народа. Потому что именно 1944 год изменил жизнь моей семьи, изменил жизнь тысячи крымских татар. Я имею в виду сейчас депортацию. 18 мая 1944 года из Крыма в Среднюю Азию были вывезены тысячи крымских татар. По дороге очень много погибло. Очень много погибло уже в Средней Азии. Даже большая часть, около 100 тысяч крымских татар. Больше никогда не вернулись на свою родину. В общем-то, вот эта история, эта любовь к родине, которую пронесла моя прабабушка Назелхан. Она вернулась в Украину и вернула четырех своих сыновей, с которыми покидала отчий дом в Крыму. Она вернула их на родину. И три сына Назелхан, мои прабабушки, уже похоронены в Крыму. Остался жив сейчас мой дедушка Аяр. Слава Богу, ему сейчас 87 лет. Он тоже настолько любит родину, что когда вся эта ситуация случилась, даже речи не было о том, как два года назад, чтобы покидать Крым. Потому что это родина, потому что это такое было долгое возвращение на эту родину, что не было даже вообще таких мыслей покидать Крым. Я даже не могла... Ну, конечно, когда я участвую в конкурсе, мне хочется верить только в лучшее. Но на самом деле я даже не могла предположить, какой резонанс вызовет полуфинал. Ведь записи именно с полуфинала уже набирают какие-то сумасшедшие просмотры. И я даже получала отзывы от турецких исполнителей. Не могу сейчас назвать вам точно имен, но несколько турецких исполнителей предлагали мне уже сделать сотрудничество именно в плане музыки, что-то придумать вместе. И это очень приятно. В общем-то, такой резонанс я не ожидала.